Успешная библиотечная карьера зависит от трёх вещей – характера, специальных знаний и опыта, писал известный американский библиограф Мелвил Дьюи. Этими качествами обладает Наталья Сергеевна Пантелеева. В 1975 году наша героиня закончила отделение научных и массовых библиотек Куйбышевского института культуры. И с тех пор её жизнь неразрывно связана с библиотекой. Начала свою деятельность Наталья Пантелеева в должности библиотекаря, а закончила директором Ставропольской межпоселенческой библиотеки. Сегодня Наталья Сергеевна на пенсии. Многие из её коллег работают до сих пор и вспоминают своего бывшего руководителя с теплотой. Можно сказать, что это мой учитель. Учитель с большой буквы. Это она привела меня в эту профессию. Если так можно сказать про даму, то она рыцарь служения книги. Действительно, рыцарь служения книги. Она верит в библиотеку, верит в будущее библиотеки. И всегда нас в этом поддерживала. За годы её работы не закрылась ни одна библиотека в нашем районе. Она сумела сохранить все 34 библиотеки. Все у нас до сих пор работают. Хочу сказать о коллективе сельских библиотекарей. Это моя любовь. Их было у нас всегда около 60 в разное время. 58. В общем, 60 человек было библиотекарей. И одна лучше другой. Каждая в своём селе очень авторитетный человек. В этом году жители Ставропольского района голосовали за Наталью Сергеевну Пантелееву в областной общественной акции «Народное признание» в номинации «Признание и уважение». В родном районе Наталья Пантелеева человек известный и уважаемый. В период работы в библиотечной системе ей удавалось поддерживать здоровый психологический климат в большом коллективе. Одна из коллег меня обидела. И я пришла к Наталье Сергеевне с такими слезами. Такая дура была молодая, конечно, что пришла. И Наталья Сергеевна меня сначала отругала за то, что я так среагировала. Потом, значит, она говорит, да прекрати, если из-за такой ерунды плакать на нашей работе, да ты что, с ума сошла? И это вот настолько меня вдохновило. Я на работе теперь никогда не плачу. Она видела на два шага дальше, чем видели мы, те, кто работали вместе с ней. Потому что она давала очень часто такие важные советы, которые мне в жизни, как заведующий, очень помогали. Придя в этот коллектив, я увидела, что за годы жизни и годы работы в этом коллективе она смогла сплотить очень дружный, сплоченный, очень теплый коллектив. Библиотека всегда была центром общественной и культурной жизни села. И сегодня она не теряет эти позиции. Библиотека всегда была, конечно, в селе центром притяжения, центром внимания. У нас всегда тепло-светло, у нас всегда есть что сказать нашим читателям. К нам идут и детки, к нам идут и взрослые населения, к нам идет и население, как сейчас говорят, 65 плюс, потому что у нас есть клубы. Несмотря на то, что и появился интернет, вот эти все гаджеты и все, тем не менее, в нашей библиотеке народ ходит. И библиотеки очень авторитетны на селе. Наталья Пантелеева реализовала проект «Расскажу с любовью я о доме». Так в селе Бахилово была создана библиотека-музей. Вообще-то Наталья Сергеевна прекрасно знает историю всех поселений Ставропольского района. У нас библиобус был. Я за годы своей работы искурила три автобуса. Ну, то есть вот три библиобуса у нас было. И вот мы выезды, постоянно выезды. Мы с девчонками всегда смеялись. На нас собаки в деревне не лают, потому что мы постоянно туда ездили. Мы приехали, нам не понравился интерьер библиотеки. Мы с сельскими вместе рукава засучили и вперед. И сделаем из библиотеки конфетку. Главный труд Натальи Пантелеевой – это книга «Летопись земли Ставропольской». В документально-публицистической повести автор рассказывает об истории Ставропольского района с момента его основания и до наших дней. Это была очень кропотливая работа. Мы старались в нее вместить всю ту информацию. Это первый наш, так сказать, опыт. Мы старались в него вместить все то, что хотели показать и рассказать о чем. И вот получилась вот такая интересная книга. Она пользовалась большой, бешеной популярностью, я бы даже сказала. У нас очень многие просили эту книгу приобрести, в личную библиотеку взять. Но экземплярность была, к сожалению, очень маленькая. И вот уже буквально к 90-летию этого района родилась еще одна идея – дополнить эту замечательную книгу, выпустить ее более яркую, более насыщенную информацией. И вот под предводительством снова Натальи Сергеевны, под ее бдительным моком, я бы так сказала, родилась еще одна замечательная книга «Летопись земли Ставропольской-2». Потому что первая книга заканчивается словами. Чем хороша летопись? Тем, что она никогда не заканчивается. А чем хороши люди? Тем, что они продолжают писать и рассказывать. Так вот, эта идея продолжила свою жизнь вот в этой замечательной книге, в двухтомнике «Летопись земли Ставропольской». Ольга Лысова выросла в библиотеке. Мама Натальи Пантелеева часто брала ее с собой на работу. Сегодня библиотечная система – это уже сфера деятельности Ольги Лысовой. Ведь у нее есть достойный пример для подражания. Многие люди считают, что работа в библиотеке – скучное занятие. Это не так. Работа в библиотеке – это ежедневное познание чего-либо нового и постоянное общение с людьми. И сегодня библиотека остается центром образования и культурно-досугового развития населения. Мы – главный информационный центр. У нас 34 библиотеки. Я очень рада, что наша сеть сохранилась до сих пор, с 1975 года. Мы хотим сделать свои мероприятия интересные, чтобы пользователь, первый раз придя в библиотеку, он захотел сюда вернуться. И поэтому те мероприятия, которые мы проводим, мы прям очень рады тем, что у нас такая работа происходит. Вот понимаете, есть малыши, вот как Марина Викторовна рассказывала, есть клуб «Мам-мам» молодых. Понимаете, мамочка в клубе, ребенок должен родиться. Вот вам уже детский клуб, уже назревает, правильно? То есть малыш еще в утробе маме продолжает свое уже нахождение в библиотеке. Мы его дальше начинаем вести уже до определенного возраста. Дальше у нас детские клубы, потом подростковые, потом юношеские. И взрослые более вот уже такие для пенсионеров, для людей золотого и серебряного возраста. Для лиц с ограниченными возможностями. У нас тоже есть свои любительские объединения. Каждый может, придя в библиотеку, найти для себя по душе и книгу, и посетить мероприятие. Я считаю, что живое общение с библиотекарем ничто не заметит. И вот, знаете, вот этот вот запах книги, шелест книги. Если наши библиотекари вырастили книгачеев, они никуда не денутся. А в наших селах очень любят читать. Летопись земли Ставропольской никогда не закончится. Такими строчками завершает свою книгу о родном крае Натальи Пантелеева. А мы можем добавить, что любовь человека к книге никогда не погаснет. Ведь книга – это бесценный источник информации. Редактор субтитров А.Семкин